так первый запуск будет сейчас производиться именно нами 2 оба сиденья пусина видимо до этого завели потому что слишком шустро он завелся слишком шустро это же неплохо это же хорошо да техника практически новая друзья меня зовут владимир королюк и мы будем делать техническую диагностику перед покупкой эскалатор погрузчика это пиллер 444 f2 за 10 с половиной миллионов рублей с наработкой 3377 моточаса а 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 сейчас зима снег белый все белое в белых костюмах вообще не заметишь нас дано наверно нам еще какие-то жилетки сверху надевать еще наша скромность это наше все дмитрий львович вот так тщательно чистит все от снега чтобы у нас под снегом не были скрыты в каких-нибудь повреждений здесь будем чистить и капот и крыши вот платить или снять а Субтитры делал DimaTorzok Гуляет, да? Да, совершенно верно, именно износ вот этого узла уже. Да, да. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Субтитры делал DimaTorzok здесь подержи, пожалуйста вот прямо вот быстросем, вот здесь ага если мы смотрим до шарнирового соединения ковша 2.18 4.25 и 2.20 скажем это у нас 6.40 да? 6.40 это у нас длина стрелы до ковшевого пальца давайте мы вам расскажем что нашли по задней стреле какие повреждения, дефекты, неисправности можно оценить обслуживание данного эскаватора по забитым грунтом масленкам то есть естественно видно что техника не смазывалась вовремя ну можно конечно вот это отверстие забить например даже в один день работы ну я даже вижу что между соединением вот здесь прямо течет сжавчина скорее всего она даже сейчас не зашприцуется так что у нас дальше дальше у нас есть повреждение штока достаточно серьезное и здесь естественно уже износился сальник и у нас подтекает ковшевой цилиндр вот это что вы видите это масло гидравлическое нам нужно потянуть направляющие телескопы потому что есть свободный ход состояние телескопа ну ближе к новому есть небольшие царапины небольшие удары повреждения есть никак это не может повлиять на работоспособность но царапины они есть так дальше идем видим что быстросъемы катушки оригинальные и по состоянию стрелы то есть не видно никаких следов гидромолота скорее всего с оборудованием дополнительное не подключали у нас есть люфт в соединении стрелы и рук эти прямо люфт есть который уже надо делать у нас подтекает какой-то рукав вы самой стреле но пока не помыть все это дело можно сказать до дошкого состояния естественно это не обнаружить у нас есть люфт выпроушенный гидроцилиндр стрелы и у нас есть небольшие люфты в соединении коррекции поворотной тумбы ну который делать не нужно то есть они визуально чуть-чуть заметно но делать еще пока рано делать нужно именно вот здесь выпроушенный гидроцилиндра стрелы и в соединении рукой со стрелой именно вот эти два люфта нужно уже делать уже сегодня смотрим выповоротные цилиндры что у нас здесь есть небольшой люфт и здесь внизу тоже небольшой люфт есть сейчас вот тут займешь и грунт потому что и вот триггер не садится ровно и и не могу я на это смотреть просто попробуем поднять сиденье не работает поэтому стоит подушка чтобы было мягче хочу вам показать либо нюанс либо неполадка но так не должно быть какая-то непонятная ситуация происходит с гидравликой ну да обороты у нас 1200 и я делаю совмещение операции рукой этой стрелы у нас рукой закрывается а стрела стоит на месте когда я делаю две операции в упор два делаю два джойстера себя покажи два джойстера на себя покажи два джойстера на себя на себя и та вся стрела да да то есть у нас цилиндр стрелы практически стоит на месте когда я делаю две операции в упор то есть вот два джойстера у нас цилиндр стрелы стоит просто на месте как бы вам показать вот отсюда чтобы было видно вот так попробую вот таким образом лёте отойди чтобы было видно стрелу вот так наверное будет видно то есть оба джойстика на себя рука и закрывается стрела стоит на месте еле 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 начинает собираться стрела походу мне кажется на моё мнение я сейчас не подключил им давление ничего но есть такие мысли что здесь подключивает клапаны регулятора потока но есть обычно занимаетесь это и шум 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 соединение челюсти и кавша соединение челюсти и гидроцилиндра челюсти давайте попытаемся посмотреть состояние переднего ковша нижняя кромка ну практически так скажем износа нету но нож отвала уже нужно поменять вот он уже вровень то есть дальше пойдет износ самого днища ковша нужно поменять но как вы видели сами здесь в соединение люфт здесь соединение люфт виз виллы визуально ровные не согнуты так все соединения на механизм открывания закрывания ковша вот это соединение они имеют люфт то есть видно даже что немножко вот скажем так все вот эти бананы немножко люфтят все понемножку но сильный большой люфт по всем этом механизме это же гилзы гидроцилиндра подъема передней стрелы почему то там уже большой люфт который уже надо делать и все посадочные которые при закрытии открытий ковша ну вот они присутствуют износ который уже в принципе уже надо уже немножко восстановить чтобы у нас всегда открывание закрывания челюсти и ковша были упоры и никак не останавливался весь весь ковша никак не остановился в штоке цыгера цилиндров открыли мы капот посмотреть отсек двигателя сам двигатель что могу сказать ну никакой преподажной подготовки абсолютно нету все грязно все как есть все в рабочем состоянии уровень масла двигателя в норме антифриз чистый сейчас будем проверять еще гидравлику уровень и масло в коробке передач радиатора визуально все целые радиатор основной двигателя частично забит не можем открывать переднюю решетку чтобы открыть этот радиатор проверить там еще лучше потому что у нас все во льду во льду и у нас ничего не открывается еще вот такое сильное повреждение где согнута сама стойка решетки то есть этого механизма прям имеет повреждение попытались так резиновым молотком то есть замки крутится все нормально но открыть не можем ничего повреждать не будем отсюда сверху видно что все радиаторы целый до радиаторов повреждения не дошло но хотя вот это нижнее вот это нижнее крепление этого радиатора и она немножко согнута здесь немножко так вот с левой стороны то есть он двигатель полностью сухой мы сейчас же конечно будем подключаться мере давления так подключились мы манометр будем мере давления масло двигателя видим что отстойник практически полным ну водой осадками какие мы там и то есть уже нужно вообще поменять фильтр и так далее включим зажигание и проверим если работает энергоаккумулятор который должен срабатывать при аварийном то есть спуске стрелы сам печку она в аккумулятор работает то есть хватает давление для того чтобы экстренно если на заглушенном двигателе можно было опускать стрелу если мы включим зажигание то он не будет работать включаем зажигание и он у нас работает но уже немножко осталось в том же хватило для того чтобы не завести эскаватор опустить ковш на земле очень тяжело крутится колеса очень тяжело видимо масло тут очень густое давление масло 42 бара так и находимся снизу сзади распределитель у него весь сухой но но что хочу сказать хочу сказать что здесь вот в грунте немножко поплавал это все дело все замерзшие если видим что даже вот внутри сюда бортового рынка там есть грунт и здесь был грунт который замерз конечно же когда вы заводите и эти эксплуатируете вот этот грунт естественно сальники полуоси все это естественно изнашивается и выходит из строя раньше предусмотрено заводом изготовительным так ну снизу все целое абсолютно то есть никаких потеков не видно естественно красавины ржавые потому что не то чтобы кто-то не смазывал а потому что здесь они не обслуживаю на катапеллеры красавина не обслуживаем так коробка полностью сухая никаких люфтов карданов ничего нету мы уже подключились быстросем будем мерить давление гидравлики подон двигателя все сухо единственное что вот здесь защита двигателя и кардана немножко согнута ну и все вот в таком занесшим грунте поедем проверим на ходу как все работает при включении и так далее включаем систему срс реконтрол освещение второй передачи пробимся режим управления колесами след всем след вслед Поехали! 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 Система СРС-рекатрол-траваткой Передняя левая колесо слабенькая Поехали! 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 Сейчас мы здесь разнованчиваемся! Поехали! Поехали! Повторили Поехали! 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 Поехали.. Поехали, плотно! Поехали! Сейчас она спала газ! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 я уже пробовал все лампочки все проверим здесь посмотрим предохранительный блог и все принципе на этом диагнозика закончена по что касается переключения коробки мощность двигателя вибрации никаких нареканий нету а а а а а а а ну что ж вот так выглядит нас сегодняшний герой визуально снаружи вот так он работает все освещение работает вот в таком состоянии у него лакокрашенное покрытие так проверим все с джойстика челюсть работает вперед назад у нас реверс тублируется с джойстика что очень удобно есть блокировка проверяла когда буксовал в кучу есть отключение трансмиссии включаем вперед есть вот эта кнопка джойстика все работает так система срср контроль работает здесь коробка у нас автомат режим работает здесь переключение колес работает здесь у нас ближний свет транспортное положение и противотуманка сзади она отсутствует здесь у нас отключение коробки передач то есть если мы включаем так то он не поедет просто здесь 4 вода 2 вода блокировка переднего моста так режим управления гидравликой каретка освещение сзади спереди рабочая мигалка аварийка здесь отключение джойстика проверим я прям услышал как он щелкнул этот электромагнитник соленоид и заработано так это когда минус температура свечо накануна это экорежим то есть у нас увеличивается немножко поток гидравлики то есть если мы включаем то у нас гидравлика работает быстрее начинает работать работает здесь кондиционер управление печкой все хорошо не работает компрессор сидения то есть качает где-то слышно что воду выходит наружу что-то сломано не знаю там может быть просто шланг какой-то и так далее вот триггер работает телескоп работает сигнал люфта нету износа нету больше кнопок на джойстиках нету и износа нигде ничего не повреждено сзади стекло все работает все хорошо потолок чист ну правда монитофора нету и там вот фишку оригинальную видно что уже за лента взяли и перемотали здесь кстати есть приборки на 12 вольт так в принципе все вам показал но даже здесь краска еще ручки целые здесь все тоже целое руль состояние все все состояние новое правда лобовая стекло сломано так печка греет в кабине тепло здесь никто ничего ни разу не делал как видите все переходители в деле все штатное состояние как скрепить сиденье на задний дворник пробуем вода есть водички нету дворник работает передний дворник работает воды тоже нету руль работает здесь у нас продвижение коротко рулевой то есть на себя к себе все фиксируется и работать все очень плавно мне очень нравится как работает рулевая колонка и угол поворота очень большой можно прям вот вот моя нога я на сиденье прямо касается руль много что вот у многих не хватает то есть руль то есть чуть-чуть регулируется у кого вообще не регулируется здесь коронка конечно по накладке по наклону очень большой наклон прям очень большой то есть такого наклона нет наверное ни одного из как погрузки вот не знаю на volvo то есть прямо вот то есть вот колонки рулевой очень большой вот верхняя самый точек то есть это конечно очень круто и очень плавно работает Львович какой вердикт что скажешь вообще кота билеты в целом понравился да в целом да если бы не обслуживание его и эксплуатация то очень хорошая машина не понял ну мы на этом закончили нашу диагностику весь список неисправностей естественно у нас есть мы все составили будем передавать нашему клиенту весь список неисправностей а он в свое время будет принимать решение нужна ему такой нужно ему такой аппарат в таком состоянии и за такие деньги кому нужна выездная диагностика перед покупкой любого искатого погрузчика пожалуйста обращайтесь по номеру который вы видите на видео всем удачи всем пока с вами был я владимир королев и димитр львович не 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 Продолжение следует...